Дамы, всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии Лоскутного Штия. Сегодня у нас четверг, 288-й лоскутный эфир. Если вы хорошо помните, во вторник, в 287-м эфире, мы с вами рассматривали идею, как шить ланчматы. Я вам рассказывала теорию вопроса и показывала практику вопроса. Итак, единственная, скажем так, мысль, которая совершенно четко проявилась в очень многих ваших комментариях после этого эфира, что народ недостаточно хорошо понял, как делать окантовку. Эту ситуацию мы с вами исправим прямо сейчас в сегодняшнем эфире. Итак, следуя вашим настойчивым рекомендациям, я сейчас в быстрой съемке сошью еще один ланчмат, и мы с вами подробно, в деталях, очень точно и конкретно рассмотрим, как делать окантовку. Я приношу извинения сразу всем, кто у нас учился в школе и прекрасно знает, как делать окантовку. Но к нам постоянно присоединяются все новые и новые слушатели, ну и все-таки люди как-то вот хотят подробностей. Поэтому повторение мать учения, давайте с вами посмотрим все в деталях. Первый ключевой вопрос философии. Как резать окантовку, по долевой или по косой? Сейчас объясню. Где у ткани долевая? Долевая – это вот то, что идет вдоль кромки. Понятно, да? По длине идет долевая. Вот эта вот поперечная, она сильнее тянется. Для поверхностей с криволинейной, то есть для вещей с криволинейной поверхностью, это жилет, например, да? Подол юбки. То есть все, где не прямоугольные вырезы, как бы, мы вырезаем бейку для окантовки по косой, то есть под углом 45 градусов к долевой. Это понятно. Второе. Есть случаи сложные. Вот, например, классический клач, который мы с вами шьем из кромок. Здесь все, что прямо, используется долевая бейка. А вот здесь, посмотрите, есть места так называемого стыка, где мы используем долевую бейку. Но вот там, где закругление клача, видите, вот, мы используем косую бейку. Почему? Потому что косой бейкой лучше окантовывать криволинейные поверхности, косая бейка приобретает свойства трикотажа. Второй технический вопрос. Какова должна быть ширина долевой бейки для окантовки ланчмата? Ширина долевой бейки для окантовки ланчмата составляет ровно 3,5 сантиметра. Точно таким же способом, точно такой же бейкой мы с вами окантовываем наше одеяло и покрывало. Они тоже у нас изделия с прямоугольными срезами. И при прохождении, при окантовке этих изделий мы используем технику прохождения прямого угла. Сейчас все рассмотрим. Итак, долевая бейка шириной 3,5 сантиметра. Сразу скажу об одной интересной детали, которую я заметила. Как только появился анонс 287-го лоскутного эфира, который был во вторник, он появился во всех соцсетях. Наши опытные хомяки, бойцы, которые у нас учатся на платформе, очень быстро, не ожидая того, что будет эфир, очень быстро залезли в магазин и скупили практически все ланчматы, ну вот такого типа, которые я для вас наготовила. Поэтому, чтобы не быть голословной и не говорить, ой, вот ланчматы, а ланчматов в магазине нет, мне пришлось, посмотрите, вот нарезать еще, 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 еще всяких вкусных ланчматиков с едой. И они в самое ближайшее время появятся. Ну, долго не тяните, они очень быстро кончаются. Итак, начинаем сшивать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В скоростном режиме я для вас сняла два предварительных этапа. Сборку лоскутного топа и стежку. Про стежку прошу вас обратить внимание, что я использовала нитки не совсем желтые, а вот такие вот желтые с немного голубовастыми вкраплениями. На мой взгляд, это смотрится, конечно, лучше. Ну, и теперь переходим к работе. Первый этап окантовки, господи, первый этап окантовки, это ровно и хорошо обрезать ланчмат под углом 90 градусов. Итак, первое, смотрите, обрезаем ровненько, выравниваем. Обрезали. Теперь выстраиваем под 90 градусов. Разметка линейки нам дает возможность это сделать. Смотрите. Еще под 90 градусов обрезали. Теперь точно так же, выстраивая под 90 градусов вот этот угол, обрезаем ровно здесь. И снова, используя разметку линейки, мы себя проверяем. Обрезаем. Все. У нас с вами ланчмат обрезан. Мы берем с вами окантовку. Это долевая бейка шириной 3,5 сантиметра. Сейчас мы будем ее пришивать, но прежде чем пришивать, проверьте себя. Итак, у нас длина ланчмата 43 сантиметра. Высота 31 сантиметр. Как посчитать длину бейки? 43 плюс 31 равно 74 умножить на 2. Это периметр 148. И добавьте, пожалуйста, еще 15 сантиметров на разворот углов. Итого у меня получается 163 сантиметра. Вот теперь эти 163 сантиметра долевой бейки шириной 3,5 сантиметра я и буду пришивать. Поскольку окантовочная бейка у меня коричневая, чтобы нитки не выделялись на фоне этой бейки, а в данном случае нашей целью это не является, я для верха взяла вот такие серо-зеленые нитки и вниз я поставлю на шпульку точно такие же, ну, может быть, потемнее чуть-чуть, серо-зеленые нитки. Не белые, не черные. Серо-зеленые, близкие по цвету или на том темнее нашей с вами окантовочной бейки. Как мы с вами начнем шить, мы проверяем. Справа у меня стоит утюг, наготове ножницы, нитки темные вверху и внизу у меня заряжены. Стежок у меня 2 мм. Зубцы транспортера подняты. Готовы к шитью? Начинаем! Принципиального различия, с какого края начинать окантовку. Но если у меня ланчмат вот так, вот здесь у меня левая сторона, я начинаю обычно с правого верхнего угла или с правого нижнего угла. Почему? Потому что мы воспринимаем всю информацию как буква «Ф». Так вот, правый нижний угол – это как раз то, что вы видите меньше всего. Смотрите, что я делаю. Я вот так загибаю уголочек под углом 45 градусов. Видите? И с припуском 6 мм. Внимание! 6 мм у меня припуск. Не отступая ни на шаг от этого припуска, я начинаю строчить. Я дохожу до угла и оставляю ровно 6 мм. Кто в себе не уверен, берет линейку и вымеряет. С этой целью подойдет вот такая обычная бумажно-пластиковая линейка. И еще мне понадобится булавка. Обычная булавка, цельнометаллическая, длинная. Эти булавки называются булавки для раскроя пальто. Они продаются в швейных магазинах. Итак, я дошила. И до края у меня осталось ровно 6 мм. Сейчас под углом 45 градусов. Я отворачиваю бейку параллельно вот плоскости моего ланчмата. Под углом 45 градусов. Вкалываю иголочку вот сюда, прямо в шов. После этого я отворачиваю бейку под углом 90 градусов на левую сторону. Видите, перекалываю свою булавочку. И при помощи ручки, карандаша, мелка и линейки я намечаю точку входа иглы. Вот она. 6 мм от края. Вот она, видите. Вот я взяла и померила. Вот у меня специальная риска даже есть. 6 мм здесь. И сейчас ровно в эту точку. Здесь я отступаю 6 мм так же. Вот сейчас ровно в эту точку я вхожу иголкой. Видите? Я закрепила ниточку. Булавку уже можно вынуть в этот момент. И теперь точно так же иду вдоль длинной стороны ланчмата. Я дойду и остановлюсь в 6 мм от края. Вот здесь. Теперь я во второй раз повторю операцию. Я отгибаю долевую бейку вправо под углом 45 градусов. Вкалываю иголочку. Отгибаю долевую бейку теперь уже влево под углом 90 градусов. Перекалываю иголочку. И намечаю точку входа. 6 мм слева, 6 мм справа, 6 мм снизу. Вот у меня это место. Вот оно. Сейчас я разворачиваю и вкалываю иголку ровно в наличное место. Булавку можно убрать. Теперь я строчу вдоль короткой стороны ланчмата с припуском 6 мм. И в 6 мм от края я остановлюсь. Закреплюсь. И в третий раз повторю ту же самую операцию. Я отгибаю долевую бейку под углом 45 градусов вправо. И вкалываю иголочку в шов. Лучше если это будет длинная иголочка. Теперь я бейку разворачиваю вправо. Видите? И перекалываю иголку. Вот она. Сейчас я намечаю точку входа. Вот она точка входа у меня. Я вкалываю иголку, закрепилась и иду вдоль длинной стороны ланчмата с припуском 6 мм. И в четвертый раз мы делаем то же самое. За 6 мм до края останавливаюсь. Точно так же я отгибаю свою бейку на правую сторону под углом 45 градусов. Теперь поворачиваю ее налево. Нахожу точку входа. Вот она у меня. Вытаскиваю иголку. Смотрите, вот у меня место стыка. Я перехожу место стыка на 2-3 см. Я обрезаю вот так по косой. Вот так по косой. Видите? Вот я рассчитала. Это у меня ленточка была 165 см. Как раз ее хватило. Остался только маленький хвостик. Все, я закрепилась и закончила работу с изнаночной стороны ланчмата. Сейчас я вот так смягчаю как бы, да, свои края. И сейчас я отглажу, отутюжу, как это правильно называется, отутюжу. Сделаю влажно-тепловую обработку. Как советуют мне писать? Апологеты, так сказать, шитья. Особо тщательно проутюжу вот этот стык. И сейчас я буду загибать бейку в два раза. Смотрите, первый раз я загибаю ее ровно пополам. Поскольку припуск у меня был 6 мм, у меня все точно. Лучше работать утюгом без пара в данном случае. Здесь я загибаю. Смотрите. Почему без пара? Чтобы руки не обжечь. Но если вы руки убираете, можно и пара спорить. И вот так со всех четырех сторон. И вот тут вместе стыка тоже. Я свою долевую бейку, смотрите внимательно, загнула в первый раз. Вот. Вот я ее загибаю, смотрите. И сейчас я ее загнула второй раз, попутно выпрямляя углы. Чем больше в данном случае вы пользуетесь утюгом, тем лучше. Вот я подержала, смотрите. Видите? И вот сейчас вот так ровно, очень красиво у меня получается уголок. Это ровные, красивые, правильно оформленные уголки, которые случаются потому, что вы пришивали все ровно, с припуском 6 миллиметров. Выпрямили их и выгладили вот здесь. Посмотрите. Видите, как я уголочек выглаживаю здесь? Теперь вот у меня загнутая часть. Посмотрите. Вот я так сделала, видите? И загибаю. Здесь у меня все ровненько. Посмотрите. Ровный, красивый уголок. Здесь точно так же, так сказать, последний рывок. Смотрите. Ровный, красивый уголок. Ставим утюг. Ага. Теперь вот здесь вот у меня место стыка. Я его точно так же утюгом, что заглаживаю. Обратите внимание на важный момент. Вот кромка должна закрывать вот этот шов. Первый шов, который мы делали с изнаночной стороны. Вот так. Этого шва не должно быть видно. Вот смотрите. Я хорошо поработала утюгом. И уголки у меня готовы. А теперь я прошу вас прямо сейчас написать мне в комментариях к этому видео, как называется ваша швейная машина. Вот у меня сейчас я шью на Juki TL Perfection 98. Или она же Juki 2010. Это прямострочная машина. То есть, как вы понимаете, она шьет только прямую строчку. Если у вас машина только с прямой строчкой, а это может быть и высокосервисная новая Juki, и старенький Zinger, между прочим, у вас нет выбора. Вы шьете вместе со мной прямой строчкой. Если у вас высокосервисная швейная машина, где есть строчки зигзаг, трикотажный зигзаг и всякие фигурные декоративные швы, у вас есть выбор. То есть, вы можете закрывать край пришиваемой окантовки декоративной строчкой. В нашем курсе начальной школы для начинающих мы именно так окантовываем изделия. Но поскольку не все имеют высокосервисные машины, а часть людей имеют прямострочные машины, я вам сейчас расскажу, как это делать прямой строчкой. За последние 4 года я пользуюсь... Вот раньше я пользовалась все-таки декоративной, а сейчас я пользуюсь исключительно прямой строчкой. Но ваше право пользоваться декоративной строчкой. Какие декоративные строчки нам подойдут? Открывайте инструкцию для вашей швейной машины. Для вашей швейной машины. И ищите строчки. Очень хорошо подходит строчка для пришивания ленты и трикотажной тесьмы, которая называется эластичный зигзаг или многоходовой зигзаг. Это значит, что вот не один стежок в одну сторону, в другую, в другую вот так, а два-три стежка. Это наиболее эффективный способ. Помимо этого, есть еще строчка обмёточная для краев. Она тоже нам подойдет. Ну, или любая декоративная строчка с зигзагом. Это вопрос вашей швейной машины. Если вы делаете декоративную строчку, вы можете делать ее красивыми нитками. Но, по первости, если вы только тренируетесь, я вам не советую. Поэтому сейчас... Так, если хотите, строчку выбрали. Вот. Вот у меня такая машинка. Это только прямострочная. И сейчас вы внимательно смотрите, как пришить окантовку. Прямой строчкой. Готовы? Поехали. Так, не забудьте написать мне в комментариях, прямо сейчас, какая у вас машинка. И я буду признательна, если вы напишите, есть там декоративные строчки. Если вы пишите название машинки, пишите, есть декоративные строчки. Если у вас там аврора джуки или что-то, пишите, нет декоративных строчек. И тогда мне будет понятно. Заранее спасибо. Сейчас смотрим очень внимательно. Сейчас все-все-все прямо детально. Вот ваша машина с прямой строчкой. Не с угла, а где-то с середины. Смотрите, я стала, закрепила нитку. Реально, посмотрите, как у меня стоит лапка. Вот край лапки, у меня припуск 6 мм, идет вдоль края бейки. И иголка идет ровно в одном миллиметре от края уже заглаженной хорошо бейки. Это залог успеха. Вы шьете не торопясь и следите за ходом вашей лапки. Смотрите. Продолжение следует... Дала назад. Пожалуйста, вот посмотрите на шов, который мы только что с вами сделали. Он идет ровненько в миллиметре от края. Видите? Это благодаря тому, что мы следили за ходом лапки. Посмотрите еще раз с другого ракурса. Еще раз с другого ракурса. Мы закрываем вот этот шовчик. Видите? Вот я закрываю. И еще раз очень близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Все, работа готова. Посмотрим, что с изнанки. Посмотрите, у нас вот строчка, проложенная нами сверху. Видите? Вот она. Но она здесь совершенно как-то не обращает на себя внимания. Почему? Во-первых, потому что она в цвет вот этой нашей с вами бейки. Во-вторых, то, что она проложена очень ровно, с припуском, как мы догадываемся, 6 мм. Итого, вот наша с вами прекрасная работа. И сейчас делаем выводы. Итак, у нас с вами два прекрасных ланчмата. Вот этот, который мы шили в прошлом эфире. И вот ланчмат, который мы шили прямо сейчас. Ткани здесь немножко разные. А вот эти наборы у нас по 296 рублей есть, по-моему, еще. Ну, там разные фрукты. Вот эти наборы у нас подороже. 398 рублей. Ну, потому что за счет того, что ткани здесь вот эти вот безумно хороши, они коллекционные. И вы вот смотрите, видите? У меня даже из кусочка сшито, как бы не с цельного куска. Но ланчмат этот смотрится очень парадно, так сказать. Теперь еще раз повторю аспекты, которые важны для того, чтобы ваша работа была красивой. Первое. Долевая бейка. Будет оптимальна, если она будет длиной 165 сантиметров. Вот на этот размер. Размер сейчас вам скажу. Смотрите, у нас центр квадрата с припуском на шов составляет 25 на 32 сантиметра. Первая бейка, вот эта, составляет 3,5 в раскрое. Ну, соответственно, минус 1,2 как бы в готовом виде. Вот эта бейка у нас 5 сантиметров в раскрое. Все выкраивается подолевой. Соответственно, минус 1,2 как бы в готовом виде. И вот эта окантовочная бейка, она выкраина подолевой, шириной 3,5 сантиметра. Внимание, вопрос. Как сшить бейки между собой, если длины бейки не хватает? Я вот специально взяла вам две разных, два разного цвета бейки. Смотрите, вы их накладываете вот так, лицевыми сторонами друг к другу. Оставляете по 6 миллиметров с края. И вот здесь вот, вот так по диагонали прошиваете эту бейку. У вас получается вот так. Почему нужно сшивать бейки по косой? Очевидно. Потому что у нас вот эта бейка загибается фактически в три раза. Если вы сошьете полоски эти по прямой, то у вас будет утолщено место стыка. А так по косой вместо стыка не будет утолщено. Это один важный момент. То есть сшивание окантовочной бейки. Важный момент. Когда вы начинаете пришивать бейку с изнанки, вы изо всех сил держите припуск 6 миллиметров. Делайте, что хотите. Шейте медленно, но припуск у вас 6 миллиметров. Следующий момент. Когда вы переворачиваете вот сюда, вы очень тщательно работаете утюгом. Работаем утюгом и аккуратно после утюга выкладываем углы. Посмотрите. Вот здесь и вот здесь. Это ровные красивые уголочки. И последнее. Когда вы пришиваете вот здесь прямой строчкой, вы пришиваете не торопясь, ведя лапку вдоль окончания вот этой уже отутюженной на тысячу раз у вас бейки. И у вас строчка ложится ровно в одном миллиметре от края. Это требует навыка. Но не надо спешить. Лучше сделайте медленно и правильно, чем быстро и как попало. И еще одна версия пришивания. Она годится для начинающих и подробно освещена у нас в уроках начальной школы. Вы можете пришивать по инструкции к вашей швейной машине вот эту бейку фигурной строчкой. Вот специально я сняла вам панно, где эта бейка пришита фигурной строчкой. Вот посмотрите спереди и вот посмотрите с изнанки. Такое делать можно. Вам подойдет трикотажный зигзаг или иные многосоставные зигзаги. Не вот один туда-сюда, а несколько шажков туда-сюда. Но вот этими декоративными строчками вам работать дольше. Это первое. Второе. На мой взгляд, вот этот подход несколько развращает. То есть ослабляет ваше внимание и бдительность. Поэтому я явный сторонник того, чтобы вы, конечно, шили прямой строчкой. Результат очевиден. Если у вас прямострочная машина вот такого типа или чего-то похожего, то вы легко достигнете вот этого замечательного, прекрасного результата. И, наконец, из приятностей и вкусностей я вам нарезала очень много красивейших ланчматов. Они все есть в нашем магазине. Цена человеческая. 296 рублей. Это очень человеческая цена. Ткани эти из коллекции 2011-2018 года. Прекрасные коллекционные ткани. Таких, я вас уверяю, больше уже нигде нет. Поэтому шейте на здоровье. Радуйте своих родных и близких. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Помните нашу любимую передачу в детстве в «Гостях у сказки»? Я вам сейчас как сказочница, тетя Валя Леонтьева, помните, да, читаю отзывы. Вот у меня немеренная пачка отзывов, это едва ли половина. Сегодня я вам прочитаю отзыв Натальи Спирпус. Это крымчанка. Ну, то есть вот она из Крыма как бы. И как только появилась возможность участвовать у нее в российских мероприятиях, она тут же записалась в нашу онлайн-школу. Но надо сказать, что до этого 30 лет она шила лоскутные одеяла самостоятельно. И вот ее письмо. Я вам коротко читаю. Люблю домоводство, в котором лоскутному шитью уделяю почетное место. Предложение креативной Лады поступить на курс у меня не вызвало долгих раздумий. Я люблю учиться. Во-вторых, хотелось повысить свое мастерство. Были сомнения, но мои дети меня единодушно поддержали. За это им огромное спасибо. После первых вводных лекций, когда к шитью еще не приступали, я поняла, что ничего не знаю. Иногда такое представление может вызвать уныние, но нежно и твердо Ирина Юрьевна подробно и доступно объясняя урок по селилу верим в себе. Эффект присутствия в доме создал впечатление, эффект присутствия мастера в доме создал впечатление, что урок ведется только для одной к тебе. И от этого я ощущаю глубокое уважение к мастеру. Самое для меня потрясающее было узнать, как, глядя на блок, сделать выкрики и как работать в ускоренных техниках. О таком я мечтать не могла. Чуть тридцать лишил одеяла. Совершенно новый подход к сборке одеяла с наращиванием блоков. Да и если писать о всех озарениях не хватит времени. Всем увлеченным лоскутным шитьем рекомендую. Инвестиции в свои знания купятся обязательно, даже если и не сразу материально, то хорошим настроением и повышенной самооценкой. Радость жизни дорогого стоит. Вот что пишет Наталья, но это было только после начальной школы. Сейчас меня спрашивают, стоит ли идти туда учиться. В общем, пару одеял пошить можно и самой. Но мышлению лоскутного мастера с приобретением ценных знаний и навыков вы научитесь крайне скоро. Мышление формировалось в процессе обучения. Это был потрясающий тренинг, который будоражил мой мозг. Сначала требовалось шить, строго обращая внимание на разные варианты стыковки. Особенно мне нравилось преодоление тупого угла. Был период, когда мне казалось, что в лоскутном шитье вообще нет прямых углов. Потом пошли круги. Они должны быть круглыми. И это мне нравилось, потому что при стыковке можно было не дубить. Аппликацию я любила издалека на картинках. Даже и не предполагала, что с большой любовью займусь этим видом творчества. А как вам покажется шитье объемных элементов? Это тоже входит в курс. И вот взрыв, стежка. Забудьте о прямых линиях и начинайте рисовать по ткани на машинке. Программа мощнейшая. Не верьте, что это средняя школа. Это обман. Тут все на высшем уровне хорошего вуза. Всем, кто хочет испытать себя молодым и способным к обучению, рекомендую. Спеца из вас сделают. Это реальный отзыв реального человека. Натальи Спиртус из Симферополя. Вообще, надо сказать, вот эти ваши отзывы очень интересны. И мне они очень нравятся еще потому, что они написаны хорошим литературным языком. Потому что нас с вами еще учили в нормальной советской школе и хорошо учили русскому языку. Слава Богу. Так что большое вам спасибо вот за эти отзывы. Я думаю, что многие из вас еще очень много всего напишут. И мне безумно нравится читать ваши литературные приведения, сочинения. Ну, а теперь давайте поговорим о следующем. Зачем? Зачем учиться в Академии лоскутного шитья? Наталья Спиртус шила отделки до этого 30 лет. Что происходит? Вообще, первое, что я знаю, это то, что люди, как правило, на Ютубе смотрят канал. Как-то год, полтора, так полгода выжидают. Потом все-таки сваливаются в нашу Академию. Посмотрим, почему. Потому что есть глубинные причины, по которым вы это делаете. Первое – это рост самооценки. Потому что «I can», как по-английски, «я могу». Вдруг вы понимаете, то, что было вам недоступно, становится вам доступным. И вы можете. «I can», «я могу». Вот сейчас вы можете собрать вот такой офигенский, я извиняюсь за жаргон, ланчман. Красиво, здорово, классно. Второй элемент – это востребованность. Привожу пример одной нашей ученицы Елены Анатольевны, у которой четверо детей и шестеро внуков. Она шьет одеялки, но когда она шьет одеялка, она не говорит, кому шьет одеялка. И вот когда она шьет, вся вот эта, так сказать, семья, они все вокруг нее периодически крутятся и спрашивают, «Бабушка, бабушка, а кому ты шьешь одеялка?» Бабушка до последнего момента сохраняет интригу. И только в самый последний момент, когда одеялка уже готова, и она готовит этикеточку для одеялка, смотрите, в предыдущей серии, вот в этот только момент и раскрывается, кому было сшито это одеяло. То есть востребованность номер два. Это крайне-крайне важно. Потому что, ну как внуки относятся, ну бабушка, ну а тут вы востребованы, вы вот такое создаете, что вот им прямо интересно. Ну вопрос третий – это тусовка, как сейчас говорят современные. Понимаете, вы попадаете в компанию единомышленниц, людей, близких вам по духу, по интересам, по мышлению. И это очень дорогого стоит, вот эта компания. Посмотрите, наш эфир, по-моему, 202, дефиле лоскутных одеял. К сожалению, только из Москвы мы смогли собраться, из разных концов Москвы и Подмосковья. Но посмотрите, вот этот вот дух, как бы совместного творчества, он ощущается, он чувствуется. Поэтому, если вы хотите попасть в компанию единомышленниц, ну точно идите к нам в академию. Вопрос о здоровье. Вопрос о здоровье на самом деле важен, потому что, когда вы шьете, у вас развивается мелкая моторика. Тысячу раз уже говорила, что центр стратегического мышления, центр мелкой моторики в мозгу рядом. У нас с вами получается возможность избежать таких неприятных вещей, как склероз, деменция, альцгеймер и так далее. Надо работать, надо заниматься творчеством. Это, ну, я не скажу, что это прямой путь к молодости, но это прямой путь к возрождению себя. У меня мама болела раком и до последнего момента она рисовала. Вот это ее поддерживало в жизни. После операции по вырезанию желудка люди живут три года. Мама прожила девять лет. Ну, давайте, ладно, не будем о грустном. Зрение. Почему восстанавливается зрение? Потому что вы работаете с яркими движущимися объектами. И плюс сюда еще добавляются тактильные ощущения. Однозначно зрение, очень многие пишут, что зрение стало улучшаться, ну, или во всяком случае не так быстро, как это падает, да? То есть на самом деле вот улучшение происходит, и эти улучшения очевидны. Конечно, я не говорю о том, что у вас улучшается настроение. Но это понятно. Как только у вас повышается самооценка, то есть вы понимаете, что вы значимы, вы шьете такие вещи, которые востребованы, а многие уже начинают шить и на продажу с нашей Академии лоскутного шитья. В частности, вот у нас живет Лена, не буду называть фамилию, подмосковный город. Она берет заказы сейчас на одеяло, очень удачно шьет вот эти одеялки. Конечно, лоскутное шитье – это медитация, вот динамическая медитация. Вот те, кто работает много, да, в какой-то момент нужно просто запереться в каком-то узком пространстве и побыть с собой. Но вот этой практики вот просто сидеть и ничего не делать у нас нет. Мы к этому не приучены. А вот когда вы работаете ручками механически, да, у вас мозг, что, он просто, ну, переходит немножко в другое состояние. Он отдыхает. Дальше, конечно, семейные ценности. То есть я вам рассказывала очень много, как шить одеялки с этикеточкой там в левом нижнем углу или в правом нижнем углу, там и штапели, там, внучку Миши там от бабушки Оли, лоскутное одеялко там, будни тракториста и так далее, тому подобное. Это важно. То есть, кажется, сейчас, ну, ничего особенного, как бы. Вот, подождите, пройдет 10-15 лет, Мишенька, извините, меня женится, там, или Олечка там выйдет замуж, как бы, и детям достанется это одеялко, потому что это их вещь. Это их вещь, и они ей распоряжаются. Она уже не ваша будет. И потом уже ваша правнучка, там, или прапраправнучка спросит, а кто такая эта бабушка Света? Расскажи мне про нее. Дети очень внимательны. Только пишите, пожалуйста, этикетку, печатными углами. Ну, еще что я хочу сказать, обучение детей. Вообще, конечно, раньше в деревнях вот передавали вот эти вот умения от бабушки к внучке, там, допустим, от матери к дочери как-то реже, но тоже было. Сейчас такая странная вещь получается, что вот дети умеют возить пальцем по экрану планшета, а вы не так хорошо умеете. И получается, что дети вас учат, как это делать. Ну, есть область, в которой вы являетесь, так сказать, руководителем, в которой вы можете научить вашего ребенка шить, делать рукодельные вещи. Пожалуйста, показывайте им все эти техники. Шейте с внучками. Я знаю, что у меня были мастер-классы на формуле рукоделия. Мамы с мальчиками приходили. И мальчики шили. И мальчики шили просто взахлеб. Поэтому не стесняйтесь. Приходите в Академию лоскутного шитья. Не ждите, когда случится счастье. Счастье может случиться вот прямо сейчас. Поэтому приходите. Мы вас ждем в нашей дружной компании единомышленниц, работников ножа и мата, к тому же сидящих на швейной игле. Всем удачного дня. И кто еще не учится у нас в Академии, бегом, бегом учиться в Академию лоскутного шитья. Академия лоскутного шитья. Академия лоскутного шитья.